Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия, сегодня в выпуске. Возможности крупнейшего в России завода по переработке баранины Домоте фермеров из городов и районов Карачева-Черкесии ознакомили с производством. Зерновые колоссовые убирают в закрома, сколько тонн урожая уже удалось собрать. Сельхоз товаропроизводителям какие фрукты сейчас собирают в садах. Спасти и сохранить материально-культурное наследие карачаевского народа. Энтузиасты ведут работы по консервации единственной водяной мельницы в Орле-Хурзу. Кто получит путевку на первенство страны по боксу, в Черкесске пройдет турнир памяти выдающегося тренера Александра Степановича Давыдова. Карачева-Черкесия получила средства на реализацию инфраструктурных проектов. Вице-премьер России Марат Хуснулин озвучил 32 региона страны, которым одобрены заявки на специальный казначейский кредит для реализации инфраструктурных проектов. Карачева-Черкесия получит 530 миллионов рублей. В частности, средства будут направлены на поддержку развития коммунальной инфраструктуры. Владельцы крупнейших фермерских хозяйств Карачева-Черкесии ознакомились с заводом по переработке баранины группы компаний «Домоте». Для гостей организовали экскурсию по предприятию. Фермерам рассказали о производстве, а затем провели совещание. На что был сделан акцент во время встречи, расскажет Альбина Ламкова. Мы производим в ежедневном режиме более 10 тонн продукции. В экскурсии приняли участие 25 фермеров, собственников хозяйств. Министер сельского хозяйства Карачева-Черкесия Анзор Баташев и руководство компании «Домоте». Вакуум-термоформер, далее газовакуумный лоток. Здесь мы закачиваем специальный пищевой газ, что позволяет достичь сроки хранения порядка 15 суток. На встрече фермерам показали и рассказали возможности крупнейшего в России завода по переработке баранины. Акцент был сделан на высокий уровень автоматизации производственных процессов, соблюдение строгих санитарно-гигиенических норм, а также требованиям стандарта «Халяль». Фермеры увидели работу современных линий по обвалке мяса, убою разделки и упаковке. Ознакомились с работой холодильного оборудования и недавно запущенного цеха по производству консервов. У нас и скота много, и овец, и крупный рогатый скот. Нам весьма приятно, что здесь у нас такое предприятие открылось. Мы думаем, что нам не придется возить куда-то за пределы республики. Это нам очень хорошее будет подспорье. Важным этапом встречи стало обсуждение форматов и направлений сотрудничества между группой компании «Домотей» и фермерскими хозяйствами в сфере возрождения овцеводческой отрасли республики и насыщение рынка широким ассортиментом продуктов из баранины. Уже на сегодняшний день ассортиментная линейка завода насчитывает более 200 позиций и включает в себя натуральные полуфабрикаты из баранины и огнятины, фарши, маринады и консервы. В этот же день для участников экскурсии организовали совещание. На нем обсудили вопросы племенного дела, генетики и использования современных репродуктивных технологий, направленных на улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота и создание племенного ядра высокоэффективных животных. Завод и впредь будет наращивать ассортимент продукции. А со стороны Министерства сельского хозяйства будет всяческая поддержка в развитии овцеводства, отметил министр отрасли Анзор Баташев. В том числе для этого, чтобы мы с вами договорились, чтобы вы сами услышали, какие у них есть возможности, какие меры поддержки от нас есть. И в конце концов, чтобы мы вместе объединили, чтобы этот завод работал на полную мощность и работал долго во благо нашей республики. Специалисты сервисной компании «Домоте» рассказали фермерам о поддержке, которую они готовы оказывать в вопросах ветеринарии – выращивания овец, растеневодства, кормления. Ответили на их вопросы, предложили сотрудничество на взаимовыгодных условиях и участие в конкурсе «Лучший фермер». Впервые такое большое количество сельхозтружеников посетили завод. Результатом совместной работы после подробного изучения информации будет подписание контрактов между группой компании «Домоте» и владельцами фермерских хозяйств. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается уборка зерновых культур. По итогам валовый сбор составил свыше 66 тысяч тонн. В целом уборочные работы ведутся на территории 7 муниципальных районов республики. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства уже провели уборку на площади более 15 тысяч гектаров. Отмечу, всего в этом году аграрии республики планируют убрать более 83 тысяч гектаров зерновых колоссовых культур – пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно. Также в садах Карачаева-Черкесии собирают урожай персиков. Планируется собрать порядка 25 тонн фруктов. В середине августа в садах начнется сбор урожая яблок. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременна дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-23, в горах местами до плюс 17, в днём плюс 26-31, в горах местами до плюс 25. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременна дождь-гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21-23, в днём плюс 27-29 градусов. Без живых корней не будет кроны. Группа энтузиастов, объединённых заботой с сохранением уникальных памятников карачаевского средневекового зодчества деревянного, ничуть в этом не сомневаются. Сейчас волонтёры ведут работы по консервации единственно уцелевшей водяной мельницы в Ауле-Хурзок. Первоочередная задача добровольцев на данный момент – притормозить процессы разрушения деревянного древнего сооружения. Эта мера до тех пор, пока не появится средства и возможность для квалифицированных реставрационных работ. Ахмад Халкетчев продолжит. Мысль о создании инициативного движения по спасению и сохранению материально-культурного наследия карачаевского народа, как делится идейный вдохновитель и лидер группы энтузиастов Юсуф Ижаев, пришла к нему ещё в 2021 году. «В силу специфики основной деятельности мне доводится общаться с людьми из самых разных сфер», – продолжает он. А является Юсуф экскурсоводом. Как раз года два с небольшим назад сопровождал он гостью из столицы – аспирантку исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Впечатлившись посещением древнеоландских храмов и сторожевой башни Мамьякала, гостья захотела познакомиться и с культурой быта местного населения. Именно её слова с откровенной долей упрёка и оказали на меня определяющее воздействие, признаётся Юсуф. Она была шокирована монументальностью построек. Из каких они брёвен сделаны. Причём, мы же знаем тогда, 150-300 лет назад подъёмных кранов не было, техники не было. Она удивилась этим и спросила, кто это всё построил. Я сказал – карачаевцы. А кто здесь живёт? Я говорю – карачаевцы. И она сказала – если вы видите это, почему вы это не приводите в порядок? Это же памятники архитектуры. В течение полутора лет Юсуф Ижаев занимался поиском единомышленников, кому не безразлична судьба уникального материально-культурного достояния нашего туристического края. Хоть и не сразу, и не в том количестве, но неравнодушные люди нашлись, как и среди более старшего поколения, так и молодёжи. Сложившийся на данный момент костяк группы объединяет великое желание сберечь и передать грядущим поколениям то, что многие века ещё должно служить напоминанием об их предках и корнях. Вообще, это сокровище моих предков. Они жили до нас. Это останется после меня, после моего отца и после моим потомкам. Если они не будут знать свои корни, они не будут знать, откуда они и кто они. Свою деятельность волонтёрское движение началось с масштабного субботника территории самого большого комплекса срубных строений, располагающегося по центральной улице Аула Хурзук. Чешские специалисты, прибывшие в нашу республику некоторое время назад по приглашению к Кучегу имени Умара Алиева, произвели глубокие исследовательские мероприятия. Древние строения Большого Карачая, дома и строба с земляными крышами, зарубежные специалисты назвали последними сохранившимися экспонатами во всей Западной Европе. Одна лишь предположительная датировка древних строений, мягко говоря, сильно удивила исследователей. По их мнению, возраст отдельных частей этого ансамбля древнегурской архитектуры может достигать до 500 лет. В качестве волонтёров, добровольцев, в деятельность волонтёрского движения активно вовлекаются и молодые историки. Это достояние не только нашей республики, это достояние всей Европы, можно сказать. Даже не побоюсь этого слова, всего мира, потому что нету больше таких старых домов. Даже не то, что во всём мире аналогов таких старых домов нет. Есть в Скандинавии похожие дома, но у них старые не остались. У них современные дома, такая же крыша, но они современные, а у нас они именно старые. Некоторым из этих домов точно известно, что есть 300 лет, потому что на это есть бумаги. Проводили дендрохонологический анализ. И было выявлено, что некоторым из этих домов уже 300 лет. По преданиям есть дома, которым 600 лет. Такие предания ходят. Но пока мы это ещё не доказали, мы ещё будем собирать материал, ещё будем проводить анализы. Строение, за спасение которого сейчас взялись волонтёры, уникально сразу по нескольким параметрам. Это, можно сказать, единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы. До депортации, по данным историков, во всём Карачае их было 17. Мельницы, как и кварталы, в которых они располагались, те годы были родовые. Нынешний хозяин мельницы Султан Беговолов рассказывает, что его прапрадед получил добру настроения уной лично от тогдашнего пристава Карачая Николая Григорьевича Петрусеевича. Мы же знаем, что время и вода ничто не жалеют, ничего не жалеют. Начало вот древесину подтачивать. Вот сейчас хотим обновить крышу, тоже из старинных досок обновить, чтобы всё было оригиналом, пол обновить и сделать действующим экспонатом. Вот установили вот здесь мостик, благодаря Буташе Вазнауру, особо его хочу поблагодарить. Также хочу поблагодарить ректора КЧГУ, Узденова Таусултана, который неоднократно нам посылал помощь в виде техники, а также волонтёров. Ахмад Халкевичев, Олег Макхожев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия, Хурзук, Карачаевский район. В нынешнем году во всероссийском соревновательном календаре у боксёров появился новый турнир. В память о выдающемся тренере Александре Давыдове. В Черкесске 14 августа будут организованы состязания, на которые приглашены спортсмены из многих регионов России. А лучшие по итогам турнира боксёры получат пропуск на первенство страны. О том, чего ждать, о предстоящих соревнованиях в сюжете корреспондента Артура Мкце. В 2022-м в республиканской столице прошёл первый боксёрский турнир, посвящённый выдающемуся наставнику Александру Давыдову, который воспитал не одно поколение успешных спортсменов. В открытом первенстве тогда приняли участие представители 16 регионов нашей страны. Впрочем, было понятно, что выход состязаний на новый уровень – лишь дело времени. И вот в ближайшие дни в спорткомплексе «Юбилейном» пройдут соревнования, имеющие статус отборочных на всероссийский турнир. О намерении отправить своих спортсменов в Карачао-Черкесию уже выразили десятки ведущих боксёрских школ России. Для того, чтобы этот турнир стал всероссийским и имел статус отборочного, мы вышли от управления по спорту, по физико-культуре, спорту и молодёжной политике, мы, Регорда-Черкеска, вышли с предложением на Министерство спорта Российской Федерации, также Федерацию бокса Российской Федерации, что хотим провести всероссийские соревнования, которые бы имели статус отборочного. Эту инициативу поддержали в силу того, что Александр Степанович Давыдов очень популярный в сфере спорта и в сфере бокса человек. Пару месяцев назад в Черкесске была открыта мемориальная доска Александру Давыдову. Около дома, где многие годы жил тренер, встречались его ученики, победители и призёры крупнейших международных боксёрских турниров. В жизни каждого из них Александр Степанович оставил огромный след, став учителем, примером для подражания для кого-то ни много ни мало вторым отцом. Поэтому неудивительно, что воспитанники и спортивные функционеры решили и с помощью масштабного соревновательного проекта увековечить имя известного в России специалиста. Александр Степанович Давыдов очень глубокий человек, обладал очень большим талантом как педагог, как тренер, как наставник, как учитель, как отец. Он стал отцом большому количеству ребят в нашей республике. И сегодня это уже взрослые состоявшиеся мужчины. До первого удара гонга, который известит о начале поединка в юбилейном, осталось совсем немного. Организаторы и боксёры надеются, что жители и гости республиканской столицы заполнят до отказа трибуны спорткомплекса в ближайший понедельник, 14 августа, чтобы поддержать участников крупного турнира памяти Александра Давыдова. Артур Мухцер, Расулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Православные христиане сегодня отмечают праздник в честь Рождества Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на Руси. Он считается покровителем путешественников, обездоленных и несправедливо осужденных. В этот день принято делать добрые дела, провести его необходимо в молитвах и заботах о семье и о доме. Если они искренне, непременно будут услышаны. В то же время ни в коем случае нельзя давать деньги в долг, вязать, вышивать, проводить домашнюю уборку, а также ссориться с близкими. Считается, что Николай Угодник помогает примириться с поссорившимся, исцелиться от недугов и зависимостей, а также тем, кто болен. А одиноким обрести семейное счастье. Поэтому, если вы приходите в церковь и не знаете, у какого святого просить защиты, смело идите к Николаю Чудотворцу. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова